Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог. В эти дни земля реально крутится быстрее, и я за ней не успеваю. Кстати, маникюру всего 10 дней, и на левой руке все еще хорошо. Даже ногти не успели отрасти. Но на правой, вот столько раз я себе говорила, Оля, не делай такую форму. У меня обламываются кончики, потому что ногти заворачиваются. Короче, не знаю, что мне стукнуло в голову, сделала себе матовые сиреневые ногти еще и в квадрате. И, наверное, у меня была температура, без понятия, как это можно назвать. Но не могу смотреть на свои руки. Мне нравилось буквально несколько дней. У нас наконец-то открыли салоны красоты, поэтому я бегу к Алине. И почему я тут с котлетами в кадре вообще что-то рассказывала? Хочу сказать вам вот что. Когда мужчина куда-то выходит, он просто выходит. А когда мама едет на маникюр, то она котлет нажарила, гречку приготовила. Котлеты такие светленькие, потому что из индейки даже салат посолила и заправила. Осталось перемешать, надеюсь, что он их додумается. А гречки-то я сколько сварила, как будто на целую армию, при том, что в нашей семье гречку люблю только я. Я ее не просто люблю, а обожаю. И, похоже, завтра я буду сидеть на гречке, потому что я не люблю выбрасывать продукты. Поэтому буду наслаждаться своей любимой гречкой, я реально ее обожаю. Ну что, я вернулась на круги своя, снова нюд, это неонейл, и у меня есть такой же оттенок. Прихожу к мастеру и выбираю то же самое. Здесь уже спрятаны все документы, мы с Томаком сделали тест, они отрицательные. Компьютер, вкусняшки, салфетки, это моя косметичка, еще нужно найти чехол для телефона. Мы летим в Украину. Мы прошли все контроли, абсолютно без проблем. Я купила кофе, и по традиции я должна им облиться. Но пока что это не произошло. Народ сидит, что-то читает, играются, и скоро уже будет наш самолет. Поедем к бабушке, они так соскучились, уже почти два года прошло. В аэропорту людей немного, но все равно есть жизни здесь. Христос воскрес! Я не снимала ничего в Инстаграм, зато я поснимаю немножечко влог. Впервые вообще-то я вижу, что мама оставила стол здесь, потому что у нас очень много гостей. В этом году на Пасху у нас семья расширяется, увеличивается. Это не только я, мой муж, наши дети. Но теперь еще и жена моего брата, ее родители, а также брат жены. В общем, у нас будет целых 10 человек. Мама тут с утра накрывает, а готовится вообще за несколько дней. У мамы очень-очень вкусные пасочки, куличи. Все их называют по-разному. Тут дети уже, видите, поковырялись в каждой. Ну, невозможно было устоять. И мамочка печет их каждый год, но я не умею. И не успела взять рецепт в этом году, но в следующем я вам обещаю, что будем печь вместе. Они настолько ароматные, такие сочные, вкусные. Я вчера вечером ела, сегодня утром ела. В общем, для меня это просто традиция поедания Пасхи у мамы. Также вчера с Захаром делали яйца, клеили наклейки, сейчас готовим салатики. Мама делала ребрышки, такие же, как я. Ну, в общем, сегодня у нас празднование дома у моей мамы. Мама напекла много пасочек. И, кстати, я еще такого никогда не видела. Это пищевое кружево. Мама тоже впервые покупала. Очень красиво это выглядит. Это можно есть. Мальчики тоже сюда добрались. И я говорю, мам, зачем так много? Ну, она вручила вчера и Паше с Валей. Вот еще часть яиц. В общем, целую неделю теперь будем есть в Пасхи. Каждый год мама достает такое полотенце, которое вышивала я крестиком. С изнанки тоже все красиво, так аккуратно. И когда раньше я жила здесь, мы ходили светить там яйца, Пасхи, все вот эти корзинки, то каждый раз перекрывали все вот этим полотенцем. Сейчас мама только для красоты раскладывает по понятным причинам, известным, да. В этом году мы не ходили. А это я когда-то привозила маме каркас для разнообразного декора на самом деле. Мама докупила свете, что-то поставила, и получилось так позитивненько, тоже по-праздничному. Вчера ехали. Тома говорит, остановитесь, купим бабушке цветы. Так что мальчишки вчера приехали еще и с цветами для бабушки. Войнушки. Сижу у мамы под террасой в тишине и немножечко с вами поболтаю. Скажу вам честно, что если бы не моя зрительница Лена, привет тебе огромный, мы бы здесь не оказались. Она тоже с семьей собиралась ехать, и она прислала мне перечень все документов того, что нужно собрать, какие тесты нужны, какие страховки для поляков. В общем, мы все сделали по ее инструкции, и все прошло гладко, и даже без очередей мы везде проходили так вот, показываешь и проходишь, показываешь и проходишь. Первое и самое главное, это тесты ПЦР, которые мы сдавали с Томаком. Я, в принципе, могла бы его не делать, но тогда я могла бы попасть здесь уже в Украине под карантин. Говорят, что многие его не соблюдают, но я не из тех людей, кто вот как-то там увиливает, что-то придумывает, тем более, что мы скоро летим домой, поэтому мне не нужны эти проблемы. Я решила сдать тест и спокойно прилететь домой к своим родным и близким. Также я покупала страховку для поляков, мне она не нужна, и ее оформляешь на специальном украинском сайте. Наверное, их есть несколько, но я купила ее там, где сказала Лена, оставлю вам ссылку, возможно, кому-то тоже пригодится. Ну, а дальше, как обычно, покупаешь билеты на самолет, они продаются в свободном доступе, и все, собственно, ничего сверхъестественного, как оказалось. Я без понятия, какая там ситуация на границе, если ехать на машине, но вижу, что девчонки, мои зрительницы, ездят, и все окей. Приехали сюда, когда будем вылетать, мы также сдадим тесты ПЦР уже здесь, и помимо этого я еще и взяла справки из садика и из школы, для того, чтобы не сидеть на карантине по приезду. Ну, посмотрим. Поэтому пожелаю нам хорошего пути обратно, если надо будет сидеть на карантине. Ну, что ж, такие сейчас обстоятельства. К сожалению или к счастью, я многого не снимаю здесь, потому что мы встречаемся с нашими родственниками, с нашими друзьями, с новыми членами семьи, и я публичный человек. Для меня окей снимать то, что происходит в моей жизни, и все, но я очень уважаю просьбы и вообще желание моих близких не появляться на ютюбе. Тоже разные обстоятельства, и хорошие, и плохие, вот, поэтому все прям, знаете, вываливать на публику я не могу, да и не хочу в принципе. Я настолько расслабилась здесь, и решение приехать сюда было лучшим, что можно было сделать. Мы реально очень устали за последний год, а то и полтора. Мы новый бизнес начали, и дети долго были на мне из-за того, что не работали в школы и садике, и вся вот эта бытовуха. И вообще иногда просто нужно сменить обстановку. И так тоже получилось, что первого числа, когда мы сюда приехали, в Украине сняли локдаун, и можно свободно гулять. Кто-то такой у меня. Кто-то такой. Кайпуша ты моя. Да. Она очень боится детей. А ко мне приходят, и Тома тоже приняла. И че ко мне. Конечно, мы дальше стараемся осторожничать, соблюдать дистанцию, все эти дела. Вот, тем более нам скоро возвращаться домой. Не хотелось бы застрять не дома, скажем так. Очень многих волнует вопрос, где же Мика, пока мы находимся в Украине. Мы прилетели сюда буквально на несколько дней ненадолго. И я не видела, чтобы на борту самолета РНР были собаки. А везти Мику в багажном отделении, ну, я не рискнула бы. Это раз. А во-вторых, она сейчас в стабильном состоянии. Я боюсь того, что будет происходить дальше. Поэтому сейчас был такой момент, когда мы могли оставить ее в надежных руках и отправиться куда-то на несколько дней. Если бы ей было плохо так же, как несколько месяцев тому назад, конечно, я бы сидела на месте. И никакие обстоятельства не заставили бы меня сдвинуться с места и оставить ее одну. Поэтому с ней все хорошо. Только посмотрите. Я в черном как раз отлично. Пристроились вдвоем. Цехер не разрешает мне гладить Джульетту. Джули! Джули! Это дворняжка. Помните, я вам показывала ее, когда она была еще маленьким таким комочком? Сейчас она тоже миниатюрная у мамы. А Цехер серьезный. Цехер! Красавец! Наконец-то неветрено. Слушайте, мои родители покупали этот участок много-много лет тому назад. Я не знаю, 20 лет, может даже раньше. Ну, короче, я же вам говорю, давно. И здесь стоял старый дом. Жила бабушка, у нее был огромный сад. И все эти деревья осадил мой папа. Знаете, как память такая осталась. Аж в горле все сжимается. С этим невозможно смириться. И папа строил дом тоже давным-давно. Родители переехали сюда, ну, когда я уехала. Почти 14-13 где-то лет тому назад. У мужчин сегодня план на вечер такой. Да, у моих родителей есть сауна. Мы здесь очень-очень редко паримся. Родители практически вообще никогда. Было не актуально, не вдаваясь в подробности. Но сауна как новая. Здесь уже тепло. Сейчас Томан будет меня ругать, что я открыла двери. Пахнет все очень-очень вкусно. У папы тоже были шапки его. Здесь вот градусники. Боже, какой аромат. Внизу также есть отдельный санузел, чтобы не бегать наверх. Помимо этого душ. Когда-то здесь был бассейн, но с водой были проблемы, поэтому его переделали. Просто душевую кабину. Здесь не хватало воды или чего-то там, короче, неважно. Бассейна больше нет. Такой мини-купеле. Также здесь предполагалась зона отдыха. Ее так и не поделали. Но здесь вот все, видите. Да, я здесь из натурального дерева. Бюлета. Как адаптация? Мальчики в сауну сходили. Попарились. Папу оставили одного. Королеви что? Сидит. Уже не такими и страшными, кажется, в принципе. Она так сильно дрожала. Да? Да, ты полно. Очень она милая. Вообще. По повадкам. Не похоже на дворняшку. Как аристократка настоящая. Все не ест. Послушная такая. Всю зиму зимовала с мамой тут. Я в доме. Не хухрым-ухры вам. Очень удобно. Приехали. Брат дал машину погонять. А мама сумку. А еще и какую. Протестирую сегодня. Мама, что? Угу. Это мы ей подарили Гуччи. Где написано? Не написано. Сегодня мы едем на обед к моему брату и к его жене. Они там заказали что-то вкусненькое и ждут нас. Я сказала, ничего не нужно готовить. И у нас тут постоянно, знаете, одна и та же программа. Поесть, погулять. Поэтому после обеда мы пойдем на долгую прогулку по Киеву. Как раз солнышко вышло. Правда, довольно ветрено. Но все равно у нас это не остановит. Пока мы не замерзнем окончательно. Будем гулять где-то в центре. Как типичные туристы. А я вас снимаю. Какая-то стемняшка хочу показать. Теперь фотки. Они думают, что я их фотографирую. А? Да. У нас утро одного из следующих дней. Я накрасилась. Позже есть планы. Мы встречаемся снова с моим братом, с его женой. И надеюсь, что двоюродный брат также приедет. Потому что мы пересеклись ненадолго и не наобщались. Я осталась дома, потому что мне нужно поработать. А мальчики с мамой поехали в Киев. Куда-то там погулять. Музей хотела их забрать. А мама по своим делам. Я, вот знаете, хотела с вами поделиться своими наблюдениями. Смотришь прогноз погоды. Готовишься к одному. Но это не только сейчас. Это, в принципе, практически всегда. Вплоть до того, что обещают на следующей неделе, вот как сейчас помню, минус 19. Я еще думаю, ничего себе, какой мороз. А по факту было плюс 9. И зачем вообще такой прогноз погоды, лично мне непонятно. И то же самое в этот раз. То есть я посмотрела прогноз погоды. Должно было быть тепло. Я себе взяла вещи налегке. Но мальчикам на всякий случай взяла и вещи потеплее, и что-то на более жаркую погоду. В итоге я надеваю на себя все, что у меня есть. Потому что я дико мерзну. Очень ветрено. И я не ожидала, что будет прям так холодно, когда ты едешь на самолете. Я не хотела каждому упаковать отдельный чемодан, хотя в стоимость билета он и так входил. Но я взяла самые необходимые вещи, чтобы все там более-менее друг с другом сочеталось. И теперь хожу и цокаю зубами. Также дома прохладно. Попросила маму сделать температуру повыше, потому что очень холодно. И даже в первую ночь я спала в пижаме, в халате и под одеялом. Я по натуре мерзляк. Хотя не прям так, чтобы вообще постоянно куталась. Но, честно говоря, я думала, что будет гораздо теплее. Тем не менее, мы очень много гуляли. И вот раньше, когда я училась в Киеве, Киев находится не так далеко от Абухова, мы регулярно туда ездили. Я так много не гуляла. И я не знаю почему. То ли с возрастом ты меняешься, и для тебя гораздо интереснее походить. Погуляешь, что-то просматривать, чем посидеть в ресторане или где-то там недалеко от университета, скажем. Хотя и время свободное было, и были возможности. И вообще, это еще и бесплатно и полезно для здоровья. Идешь, наслаждаешься видами. Очень-очень кайфово. И Киев очень сильно изменился. Так много разных мест, где можно прогуляться с семьей. Столько всего сделано для людей. В городе очень чисто. То ли перед праздниками очень хорошо поубирались, то ли в принципе так. Но я вижу позитивные изменения. Это не может не радовать. Конечно, я сейчас говорю о каких-то там главных улицах. И это все-таки столица, большой город. И это нельзя сравнивать с маленькими местностями, с селами. Там жизнь выглядит абсолютно по-другому. Я говорю об этом, потому что я очень много времени проводила у своей бабушки. Очень часто ездила туда. И мама у меня из Черниговской области, из Ноград-Северска. Там я проводила часть своего детства значительно. Вот, поэтому я еще тогда в детстве замечала разницу. И тоже, наверное, я не могу прям говорить об уровне жизни здесь. Потому что я не живу. Я не могу вникнуть в какие-то там моменты. Я не могу это прочувствовать на себе и говорить, что в Польше хуже или лучше, или здесь. Но если бы мне нужно было сюда переехать, то я бы, наверное, с удовольствием. Мы с Томиком отначально решили, что будем строить свою семью в Польше. Что мы будем там обосновываться. И придерживаемся этого плана. Но здесь у нас жизнь была бы однозначно проще. Как минимум, у нас не было бы этих кредитов. Мы бы жили в собственном жилье. Не с мамой есть такая возможность. Поэтому, если надо будет, то будем здесь приспосабливаться. А остальное... Ну, в Польше тоже, знаете, есть какие-то минусы. Есть какие-то моменты, на которые я могу жаловаться бесконечно. Это и всякие там оплаты, вот эти социальные страховки, которые не особо работают. То есть я никогда не могу по срочному обратиться к педиатру. Это очередя вообще. Короче, я еще даже купила и капли для глаз, и в ушки, не дай бог. И в общем, здесь кое-что проще. Но я думаю, чтобы, в принципе, где-то жить хорошо. В любом случае, нужно пахать. И не берусь утверждать, где лучше, а где хуже живется. Но Киев очень красивый. Он такой просторный. Он такой зеленый. Он такой совершенно другой, чем Краков. Эти города невозможно сравнивать. И если бы вы меня спросили, где мне нравится больше именно по вайбу, по атмосфере, наверное, меня больше тянет в Киев. И это не связано с тем, что я там как-то не обосновалась больше. Нет, просто Краков, он более такой вот уютный, более такой маленький, тесный, в каком-то плане ободранный, не такой ухоженный. Это тоже не столица Польши, понятное дело. И там нет таких возможностей, скажем так, как в Варшаве. И вообще в Кракове все довольно медленно, как-то так, не настолько динамично, как в Варшаве и в Киеве. Вот. И мы никогда не хотели, не рассматривали вариант переезда в Варшаву, потому что не было такой необходимости. Тем более, что когда мы с Томаком познакомились, он уже строил свой первый дом в Польше, который у нас есть. Сейчас второй, ну, как бы бросать все и куда-то срываться, я не вижу смысла. Дети начали ходить в школу в Польше по поводу детей. Я переживала, что они начали забывать русский язык. Почему не украинский? Я очень много раз объясняла. Пожалуйста, не задавайте такие вопросы. Я росла в Украине тогда, когда украинский язык не был настолько популярным, что ли, особенно в семьях. В Киеве очень многие разговаривали на русском. И даже если у нас все предметы были на украинском языке, на переменах все равно мы общались на русском. И очень классно то, что я все чаще слышу украинский язык на улице, в магазинах, ну, везде. Но я из-за того, что постоянно пользуюсь в основном польским, 90% моей жизни проходит на польском языке, а польский и украинский очень похожи. И я настолько все путаю, что мне нужно очень сильно напрячься, чтобы говорить на украинском. И если ты не используешь язык, то, к сожалению, он забывается. И это касается в том числе и английского. Я хоть и заканчивала филологию, но если ты постоянно не практикуешь, то ты забываешь очень многое. И слова, и произношение, и грамматику. Все. Причем это происходит так быстро, что ты этого не ожидаешь. Но по поводу детей. Я в семье с мамой там общаюсь тоже на русском языке. И когда я обращалась к детям, то тоже на русском. И раньше они разговаривали. И я вижу, что они все понимают. Какие-то специфические слова или довольно редкие в использовании. Там приходилось объяснять. Когда мы читаем какую-то литературу, украинский они понимают лучше, между прочим, чем русский. Если это, ну вот так, знаете, есть какой-то перерыв, они не практикуют, скажем, да. То им проще понять, что это по-украински, чем по-русски. Вот так интересно. Потому что языки очень похожи. Но сейчас, когда они приехали сюда, они так быстро переключились. Особенно Захар. Захар, он свободно общается, ну какие-то слова там, как я говорю, да. Он не может сразу вспомнить, но объясняет это другими какими-то. И мама потом ему подсказывает. Чуть хуже у Игната. Но сейчас, даже когда Томак обращается к ним на польском, они отвечают все равно на русском. И я хотела бы в следующем году сдать их на индивидуальное обучение русского и украинского языка. Я надеюсь, что с этой короной все немножко утихомирится, успокоится. И можно будет посещать именно не онлайн занятия, а один на один с репетитором. Если не будет такой возможности, то будем искать онлайн занятия. Это хоть какой-то выход. Но круто, что дети так очень быстро изучают язык. И все остается где-то в голове. Они как губка впитывают. И когда попадают в какое-то окружение, которое разговаривает на неродном для них языке, они тоже переключаются. Я вижу тоже, что если Захар чего-то не ставит на русском или украинском, то он потом по-английски пытается что-то сказать. Ну, в общем, интересно так все. В Киеве я обожаю приходить в пузатую хату. И беру там или гороховый суп, или борщ. Гороховый суп у меня от Джал Игнат. Также мне нравятся паровые котлеты. И куриная, и также вот эта вот рыбная с гречкой. Салат самый обычный. Еще к борщу у меня пампушки с чесноком. Просто идеальный набор на обед. Все, приятного аппетита. В общем, кто фанатеет просто от архитектуры, от того, как изменился город, а кто-то просто катается на машинках уже который раз. Томик сам ездил на Улайнока на самокате. Вижу, что поставили колесо обозрения. Мы так давно здесь не были. Возможно, оно уже давно стоит, но мы только вот сейчас здесь побывали. А я направляюсь в хлебный. Настолько часто мелькало это заведение в сториз разных блогеров, что мне самой стало интересно. Что мы взяли на пробу? Вафельный тортик. Он запакован, дети хотят с собой. Захар очень любит. Еще недавно они попробовали орешки со сгущенкой. Это нечто. И в Польше даже если продаются, то не такие. А это лавандовый латто. Оказывается, что это молоко с лавандовым сиропом. Сейчас скажу, как на вкус. Ну, такое. Я больше брать не буду. Пока. это вообще старая нашлись наши мужчины купили всем дамам цветы по букетику тети мне и маме были старые миниатюрные тюльпаны девчонки а ну-ка расскажите мне пожалуйста почему здесь так пусто на воздвижники здесь вообще кто-то живет или здесь только офис или все уехали на выходные я реально не знаю мне будет интересно почитать я где-то когда-то слышала что здесь какие-то проблемы только с чем как хорошо что мы выбрались казалось что сегодня холодина неимоверная но если ходишь и особенно идешь под горку то вполне себе тепленько да конечно для нас просто в диковинку что можно прийти в ресторан присесть спокойно поесть выпить чашечку кофе хорошему человек быстро привыкают а когда тебя ограничивают в чем то что всегда была свободна в доступе и так что все что происходит сейчас немножечко настоящих реалий я вам говорила что я родом из забухова это районный центр а теперь немножечко настоящих реалий я вам говорила что родом из забухова это город недалеко от киева но тем не менее здесь конечно жизнь слегка отличается сейчас приятно видеть что город облагородили появились лавочки какие-то трассы для пеших прогулок раньше на этом месте было такое болото что вы себе не представляете и здесь не то что уток и фонтана не наблюдалось были одни лягушки и это болото я проходила каждый день даже не один раз а два раза по пути в школу и домой а это дом культуры сюда мы гоняли на дискотеку и кстати здесь же я получала свой аттестат после окончания школы детям очень нравится у бабушки и не хотят уезжать мы даже дошли до моей школы если вы отсюда тут точно и знаете это школа номер пять и я сюда ходила с первого до последнего класса пойдем хвостики хвостики и хвостики пока мы здесь она практически не выходит прячется постоянно это капец я не могу сказать что я прям собачница такая но собаки постоянно ко мне тянутся цехир цехир такого же возраста как игнат но если считать по нашим годам и мне казалось что он такой огроменный так она и есть у него лапы больше чем у микки и голова но мика наша еще выше чем он он очень послушный такой добряк себе не представляете чем уля может заниматься в пол одиннадцатого вечера мазать вафельный торт кстати купила сгущенку какую-то не знаю стояла выбирал этом столько было уже сваренная не жирная диетическая я шучу но гляньте какой у нее цвет теперь можно идти спать правда какие-то вафли такие все поломанные были слегка я у мамы здесь суперски сплюм наверное свежий воздух потому что рядом лес если бы вы только знали сколько времени я здесь провела своем детстве и в юношестве иногда здесь росла кукуруза какие-то другие растения за ними даже не виден был дом моя бабушка оля мне всю жизнь говорили что я похожа на бабулю бабуля пьет какой-то эликсир молодости сказали ничего не готовить бабуля хорошо только картошку сварить это капуста спустушила вот котлетки мяско еще одно мяско тут сил слава богу и картошечка а мы с тобой столько силов притарабанили но бабуля в своем репертуаре что я там фотографирую на память снимать бабуля и сама иногда пересматриваю думаю боже откуда было столько сил самое интересное что им здесь так нравится ну подойди поближе а кто они ты нет а кому это ты несешь знаете который час 11 часов вечера ребенок говорит что макдональдсе это плохо есть поэтому мы приехали и ужинает супом правильно очень вкусные рисовые супы бабушки что я купила в украине на самом деле немного у нас вообще есть украинские магазины и там можно приобрести бублики зефир все то что я люблю и чтоб поляки насколько я знаю не производят или очень очень в ограниченном количестве и не в каждом магазине это есть так что у меня тут прям набор минимум какие-то лекарства я не рекламирую вам лекарственные препараты никогда и никого не агитирую заниматься самолечением но я беру уголь все я наверно знаю для чего фистал он хорошо мне помогает так как у меня гастрит и дискинезия желчных путей то я уже с детства знаю что может меня спасти в каких-то ситуациях в общем фистал также взяла капли для себя и для детей в уши и глазки потому что у нас пока попадешь даже к частному врачу можно и оглохнуть и ослепнуть до конца жизни так что как экспресс вариант от конъюнктивита каких-то таких бед всегда стараюсь запастись к сожалению уже практически ничего не было из пасхальных мелочей которые хотела приобрести боже какие у вас красивые комплекты для окраски яиц мы были у тети и у нее такие красивые яйца были не нашла в магазине буду просить маму чтобы она прислала мне перед следующими праздниками это вообще то чего в польше и опять же не видела себе и настя взяла по наборчику для декора пасочек очень очень красивые такие они супер просто в следующем году будем печь паски или куличи все называют по-разному но у меня в семье принято говорить паски также карандаши от vivienne sabo в магазине watsons подошла посмотрела что у вас продается конечно онлайн гораздо больше выбор но я как-то вообще не заморачивалась этой темой просто схватила то чего у меня никогда не было это карандаши vivienne sabo и сейчас во влоге у меня постоянно карандаш в номере 103 там где накрашены губы и вот эти два 102 что-то поярче 202 очень приятная текстура и пигментация цвета бомбически наклейки это зло пока распакуешь уже перехочется краситься но зато ты можешь быть уверен в том что никто до тебя ими не пользовался в магазине не свочил и так далее у меня была консультация с экспертом armani об этом тоже в следующий раз и она советовала мне там несколько артикулов я пошла в цум хотела купить новую пудру но к сожалению ее пока что не привезли после локдауна но зато я наконец-то нашла помаду которую давно хотела это 500 оттенок и сейчас если вам понравился цвет в этом влоге на губах это карандаш но карандаш не столько видно в принципе в основном эта помада божественно красивый оттенок и также текстура она такая муссовая матовая и это та матовая помада которая не сушит губы я влюблена давно на нее засматривалась навсегда терялась в оттенках и по рекомендации взяла слушайте это бомба дети просто обожают вот эти боб снейл они у нас есть в росмане в польше но была в аптеке взяла в дорогу игнаша и захару здесь нет сахара и вообще у них такой простой состав только очень-очень концентрированные фрукты моя мама и сама делает такие штучки но они у нее покислее из абрикосов также своей подружке из польши купила такую небольшую шкатулку это ручная работа я приобретала ее на андреевском узвозе я думаю что она обрадуется просто захотела сделать ей приятно все хорошее к сожалению быстро заканчивается мы стали тесты все хорошо я просто выискала какую-то лабораторию онлайн мне нужно было чтобы тест был на английском языке все окей то он забрал результаты завтра мы уже летим домой я надеюсь что вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень и очень приятно на этом мы с с вами прощаемся всех целую обнимаю пока пока до новых встреч уже совсем скоро а